Есть суеверия, присущие только одной категории людей, сегодня мы рассмотрим солдатские суеверия. Думаю, никто не будет спорить с тем, что в окопах не бывает атеистов, и даже самый убежденный атеист, находясь в смертельной опасности, поверит и в Бога, и в черта. По воспоминаниям некоторых ветеранов, самыми суеверными в годы войны были разведчики и пилоты штурмовиков. Самой известной приметой является бритье перед вылетом. Если побрился перед вылетом, то тебя непременно собьют. Согласно другой примете, летчики часто летали в той одежде, в которой уцелели в казалось бы безвыходной ситуации, даже несмотря на то, что одежда выглядела поношенной. Также особое внимание пилоты уделяли магии чисел, а именно числу 13. Самолеты с этими номерами считались чуть ли не проклятыми, и мало кто хотел на них летать. В некоторых полках машины с номером 13 отправлялись в бессрочный ремонт. Хотя с другой стороны пилот Виталий Клеменко, творил на своем самолете с номером 13 настоящие чудеса и наводил ужас на немцев. Интересный факт, за годы войны он лично сбил ровно 13 самолетов. Также летчики обращали внимание на сны, зачастую увидев страшный сон и приняв его за плохую примету, пилоты падали духом и правда погибали в боях. Практически каждый красноармеец пытался обезопасить себя различными талисманами. Хранить его было необходимо тайно и никому не показывать, иначе предмет терял свои защитные функции. Потеря талисмана расценивалась как плохой знак. Летчики брали в качестве защитного символа чаще всего фотокарточку или письмо любимой, которое должно было отводить пули от бойца. Все солдаты считали безопасным местом разорвавшуюся воронку, так как из-за отката орудия следующий снаряд падал в другое место. Также дурным тоном считалось вспоминать перед боем родителей и дом, тем самым боец как будто навлекал на себя гибель. Хотя все это можно объяснить моральной усталостью, которая и губила бойцов. Летчики же были рекордсменами по приметам. Плохой приметой считалось собирать цветы у аэродрома, называть полет последним, добираться на полуторке до аэродрома, махать рукой взлетевшему самолету и не фотографироваться перед взлетом. Пилоты вкладывали в карман гимнастерки кусочек хлеба, чтобы доесть его после вылета. Многие летчики никогда не брились перед боевым взлетом. Суеверия перекочевали и в афганскую войну. Майор ВДВ и ветеран афганской войны Токарев вспоминает, что было нельзя бриться перед боевой операцией, надевать чистое белье, дарить товарищу что-либо на память, не вставать с левой ноги и другое. Ни в коем случае нельзя носить одежду погибшего и занимать его спальное место в течение 40 дней. Дурным знаком считалось показывать на себе ранения других. Еще один ветеран войны, Геннадий Вдовиченко рассказывает, почему не брились перед выходом на операцию. Ночью, когда рядом река, хорошо чувствуются запахи, поэтому нельзя бриться и использовать одеколон. Запах парфюма чувствуется теми, кто им не пользуется, так что душманы вполне могли почувствовать запах. Сохранилось и характерное предчувствие гибели. Один из ветеранов рассказывал, как его товарищ стал вспоминать мать и сестру, а утром подорвался на мине. Майор Токарев вспоминает, что иногда некоторые солдаты могли чувствовать, что тот или иной человек погибнет и что есть некая печать смерти. Важную роль имели и талисманы. Это могли быть ключи от квартиры, фотографии жены и детей, а некоторые солдаты хранили у себя пулю, которая едва не убила их. За два месяца до замены солдаты старались не принимать участие в боевых действиях, считалось, что пуля сменника ищет. Хорошей приметой считало посмотреться в зеркало после возвращения с операции. Стоит отметить, что суеверия присущи не только нашей армии. Те же американские морпехи считают дурным тоном хранить у себя и есть конфеты Чармс, которые входили в сухой паек. Конфеты старались сразу же выкинуть, дошло до того, что из попросту убрали из рациона. Морпехи считают, что если хранить эти конфеты при себе и тем более есть их, обязательно жди беды. Думаю, различные суеверия присущи абсолютно всем армиям мира. Во время боевых действий, когда не знаешь, увидишь ли ты восход солнца или нет, суеверия являются неплохим средством для разгрузки своего сознания. Друзья, спасибо за просмотр, не забывайте оценивать и подписываться, чтобы не пропустить выход нового интересного сюжета на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok